Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здраво, вот Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Михаил, что сегодня будем обсуждать? На какую тему поговорим? Как-то давно была реклама, в которой говорили, а вы вот знаете чай номер два в России, а номер три в России и так далее. И никто что-то не мог узнать, ни два, ни три, ни так далее. Вот у нас сегодня будет передача с тобой «Третий способ общения с Творцом», ну или с Создателем, с Богом, Аллахом, кому как больше нравится. Вот об этом мы поговорим. Хорошо. С чего это вдруг ты решил поговорить про общение с Творцом, Богом или Аллахом, кому как нравится? И причем не начиная с первого или второго способа, а сразу с третьего. Ну, потому что вот если будешь говорить правду, люди не поверят. Ну, попробую сказать. Потому что времени было ограничено, нужно было найти, надо было найти интересные вопросы на эту передачу. И вот как случайность и не случайность, как у нас была с тобой как-то передачка записка, вот так же не случайно, случайным образом попались вопросики, один из которых был такой, от Элеоноры Томовой. Я, например, знаю всего два способа общения с Создателем – благодарность и молитва. Научите поглубже, поведом, пожалуйста, есть ли еще какие-то там способы общения с Создателем. Благодарю. Вот об этом и будем говорить. То есть первые два уже известны, будем разбирать третьи и так далее. Понятненько, понятненько. Ну, а третий-то способ ты какой-то подготовил, помимо того, что вопрос зачитал, еще должен быть какой-то ответ на этот вопрос? Ну, на самом деле можно, как сказать, по-разному Создателям говорить. Вот давай разберем основные моменты, которые я, готовясь к этой передаче, мог себе представить, вспомнить. Ну, если сравним, что вот развитие человека с рождением ребенка и его развитием, то есть вот так же он взращивает свою духовно-душевную телесную основу. И получается, когда мы видим такую картину, то есть на первоначальном этапе ребенок, родившийся, он такой очень эгоист, с одной стороны, очень сильный. То есть все мне, а с другой стороны он находится очень сильно в ограничениях. Ну, или кому больше нравится, это вот если мы сюда еще подвяжем стихии, помимо возрастов просто жизни человеческой, стихия земля, то есть это такие максимально плотные, вот здесь земля, вода, воздух и огонь. Вот из этих стихий наиболее максимально такая плотная, материальная, неподатливая, дающая ограничения — это земля. То есть вот как бы общение через ограничения, общение через материальное, через телесное — это вот познание своего тела и требование, значит, удовлетворение хочушек своего тела сначала в очень жесткой форме, только все мне и никому более. И вот это как раз первый этап, я бы назвал вот его этап маленького ребеночка. Вот можно таким образом общаться с создателем. И тут даже какие еще интересные параллели, что у ребеночка есть папа и мама, которые прям в прямом и в других смыслах, они как раз и являются создателем хотя бы как минимум его тела. Но мы также знаем, что образ духа и крови идет по родове отца, а вот именно соединение земной генетики происходит в теле матери. И то есть первый способ общения через ограничения. Дальше я предполагаю, следующая стадия — это уже подросток. Подросток, он уже говорит так, ну ладно, как бы я тебе каким-то образом, то есть помогу, что-то тебе сделаю, но что ты мне взамен сделаешь? Это такой уже как бы договорняк, принцип «ты мне, я тебе утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья». Это уже стихия такая вода, то есть попытка подстроиться под окружение. И как бы да, ты вроде бы занимаешь на какой-то этот период времени другую форму, но на самом деле ты в этом деле опять же пытаешься какую-то выгоду для себя извлечь, ну или хотя бы, чтобы не потерять такой равноценный обмен, чтобы произошло при этом взаимодействие. То есть второе общение с Творцом-Создателем, это уже идет не через физическое тело, через ограничения, а именно через резонирование общения в каких-то коллективах. Дальше третий способ взаимодействия с Творцом-Создателем, это через индивидуальные какие-то качества. Тут можно сказать, это стихия воздуха. И здесь уже именно в каждом из нас присутствуют какие-то, ну только ему присущий набор вот этих вот характеристик, набор опыта. И ты благодаря вот именно вот этим своим достоинствам пытаешься их дать миру, чтобы мир в ответ что-то дал тебе. И это по большому счету уже идет взрослый период человека, когда человек говорит таким образом, Создатель, Творец. Ну вот, да, на первоначальном этапе родители меня кормили, потом я вот пытался как бы договорные отношения устраивать, то есть ты мне, я тебе. А теперь я осознал, и я готов, вот у меня есть руки, у меня есть ноги, у меня есть ум, и я готов послужить тебе Создатель, чем я смогу быть тебе полезным. И это уже уровень взрослого человека и стихия воздуха. И теперь дальше у нас еще есть огонь или божественный уровень. Это уже как бы раскрытие, проявление вот той части сущего, которая как бы не пусть небольшая, но его частичка, которая всегда с ним на связи и с ним единое целое. По сути все с ним единое целое, но вот наиболее проявленная вот эта божественная энергия, она в виде огня, огненной энергии. И вот можно взаимодействовать, получается уже так. То есть настолько себя очистив, настолько, как это назвать-то, убрав все ненужное, лишнее, отключив вот эту свою человеческую болтанку, задвинул свои желания, хочушки подальше, и дальше сделав, отработав свое предназначение, которое ты должен отработать. То есть вырос сам, породил потомство, воспитал потомство, а потом уже, как говорится, в свободное уже от безделья время можешь и духовно поразвиваться, соединившись с Творцом Чая, стихию огня. Ну, пока вот как-то так. То есть третий уровень – это не когда ты просишь, не когда ты молишься, а когда ты осознаешь, кто ты, для чего ты, что делать, какая у тебя тропка по жизни, что на этой тропке надо сделать. И самое главное, когда ты переходишь уже в осознанное служение всему этому миру, в осознанное служение замыслом Всевышнего и замыслом, который ты сам когда-то вместе, может быть, с Всевышним, с Родом закладывал свою жизнь. Вот это, мне кажется, и есть высшая стадия бытия человека. Потому что все, что до этой стадии, это либо обучение в формате маленького ребенка, а кто-то, может быть, в формате раба проходит, потом это налаживание каких-то «ты мне, я тебе», потом это выстраивание уже своей какой-то жизни, когда ты уже понял, что с другими можно взаимодействовать, а вот четвертый уровень для многих, к сожалению, на сегодняшний момент остается непостижимым и непонятым. Это когда ты уже начинаешь служить, когда ты уже не думаешь о том, что будет тебе, какие выгоды ты получишь, а когда ты просто служишь всему этому миру и проявляешь свое божественное высшее предназначение. Вот это, мне кажется, и есть суть того, к чему необходимо прийти человеку осмысленно. Если мы останавливаемся, затыкаемся на первых фазах своего бытия, на первых стадиях своего развития, то ничего доброго из этого не получается. Мы остаемся либо маленькими детьми, потребителями, которые учатся и потребляют, ну, может быть, развлекаются еще, там, как говорилось, хлеба и зрелищ, да, потреблять и развлекаться. Либо мы начинаем с кем-то партнерские отношения выстраивать, либо, может быть, себя уже как-то проявлять с большей точки зрения, с высшей точки зрения, по-взрослому, и давая какие-то, может быть, знания, навыки своим детям, может быть, уже внукам, обществу. Но ведь без служения ничего не получится. Вот большинство людей, мне кажется, остановились на первом уровне своего развития и дальше не двигаются, к сожалению. И потому у нас и складываются вот те самые ситуации в мире, которыми многие из нас недовольны. Но ведь, друзья мои, ведь это же недовольство, надо к себе обращать, к себе оборачивать. Ну, задайте вопрос, для чего мы живем-то? Что мы делаем? И все станет на свои места. Если мы только потребляем и только что-то хотим получать, ну, в этом случае мы находимся на стадии, может быть, каких-то умных животных. Животные же потребляют, получают что-то. А потом почему-то начинаем возмущаться, почему вот с нами как с животными обращаются, там, ставят какие-то на нас цифровые коды, запрещают нам куда-то ходить, направляют нас вон туда, устраивают войнушки, разборки какие-то, там, какие-то партии появляются, то за красных, то за синих, то за зеленых, то за белых, то за голубых, за кого угодно. Так что да, общение с Всевышним, это не когда Он с тобой разговаривает, не когда ты молитву произносишь, а когда ты исполняешь предназначение. Вот я вижу это так. Ну, как бы чуть-чуть переуложились в 11 минут, можно закончить, можно еще чуть-чуть пояснить, чтобы такие образы у людей остались, что первый уровень познания — это когда идет через тело, он часто бывает от крайности, когда человек идет через желания, разнузданные, не обузданные, которые в итоге приводят к болезням тела. И в итоге это все должно прийти к тому, что человек опять же, главное не попасть во вторую крайность, когда он там начинает прям фанатично только вот об телу заботиться, служить телу и ничего кроме тела. Это вторая крайность, а потом найти меру. То есть у тела есть определенные потребности, которые нужно в необходимом и достаточном, в необходимой и достаточном мере удовлетворять. Причем тут даже слово «не удовлетворять» больше подходит, а именно «исполнять». И тогда тело тебе будет служить долго, верой и правдой в здоровом состоянии. Второй параметр от уровня развития подростка, он больше относится к сфере чувственной или, скорее всего, даже эмоции сначала преобладают. Эмоции и чувства, чтобы вы сравнили, какой-то образ себе такой представили. То есть вот есть море, и наверху ветер идет, и волны прямо вот они, огромные волны. Если вы находите на поверхность между водной и воздушной стихией, то вас может прям то вверх подкидывать, то вниз подкидывать. И вот это отображение взаимодействия вот этих энергий, когда они от плюса к минусу скачут, и вы не можете ими управлять, не можете их контролировать, приводит к тому, что человек в этих эмоциях, то он прям очень в эйфории, радости до потолка, то потом плачет. И это дальше должно все-таки прийти к чувствам, к глубинному, так сказать, к глубинному качеству вот этих эмоций уже в мире. Это когда, если мы сравниваем с морем, то это уже когда ты находишься под водой. Причем наверху может даже быть какая-то буря, но внутри тебя в этот момент спокойствие, умиротворенность, и вот чистота проявления вот тех чувств, которые в данный момент необходимы. Дальше. Уровень еще один, это уже, ну еще можно так сказать, первый уровень телесный, второй уровень душевный, а есть еще уровень духа. Уровень духа, он, можно сказать, связан с мыслительной такой деятельностью, с расчетом каким-то. И тут опять можно уйти в одну крайность и стать этот расчет, использовать для своего личного обогащения. Как это, после меня хоть потоп, и как это, у вас есть деньги, ну вот берите их и несите все мне, складывайте вот тут. А можно все-таки пойти дальше, познавая вот эту вот, свою мыслительную деятельность, прийти к тому, что мы все-таки все взаимосвязаны, и нам необходимо так взаимодействовать, взаимодействовать, чтобы была польза не только мне, но в первую очередь вот этому огромному, в котором я как маленькая клеточка нахожусь. И при таком взаимодействии это мы уже переходим в разряд служения, то есть понимая, кто ты, выполняешь свое предназначение, и этим самым, пусть в маленькой толике, помогаешь выполнить предназначение и тому Всевышнему, Всебогу, Абсолюту, Создателю, Творцу, Который вот это все и создал. Вот как-то так. Да, хорошо. В заключении, третий способ общения с Богом я предложу такой. Для того, чтобы общаться с зайчиком, необходимо, ну, как минимум, понимать язык зайца, понимать его повадки, предназначения, и тогда вы сможете с ним общаться на равных. Если вы не понимаете этого, то вы все время будете хотеть от зайца того, что вот хочется вам. И это не будет являться основой бытия самого зайца. Чтобы общаться с человеком, вам необходимо самому быть человеком для того, чтобы понимать этот язык, понимать его повадки, понимать его предназначения. Ну, в общем-то, с самим собой получается. Вы общаетесь, когда с кем-то взаимодействуете. И для того, чтобы общаться с Богом, необходимо самому хоть как-то быть подобным Богу. А подобие Богу это не когда вы только потребляете, не когда вы только страдаете от того, что сами же совершаете эти страдания, а когда вы творите и осознаете, что творите, для чего творите. А это осознанность, это любовь, это представление о том, что есть на самом деле, а не просто какие-то свои иллюзии и выдумки об окружающем вас. Поэтому хотите общаться с Богом, становитесь Богом самим. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в студии находился Михаил Ять, Алексей Орлов. Благодарю вас за очень интересные вопросы, которые вы задаете. Будем также продолжать дальше отвечать на те реплики, комментарии и вопросы, которые появляются у нас на сайте словорадио.орг в чате беседки и также на нашем канале в ютубе youtube.com слэш словорадио. Желаем всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добры. Субтитры создавал DimaTorzok